Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 10 мая 2020 года. 7 часов утра. На улице плюс 10 градусов тепла. С панбондом вот это я спрятала свои пионы. Курочки воюют по-страшному, чтобы они сюда не залазили. И выхода больше не было, как только их так спрятать. И пособирала все свои грязные ведра, поставила на цветы. Не выпускать их жалко, но и выпустишь, вытворяют, что зря. Видите, как роют ямы. Иду я на огород, хочу вам показать свой лук-батон, который я рассаживала делением куста. Вот встаёт солнышко. 11 марта. 15 марта. Потом я мульчировала его опилками. Видите, опилок почти уже не видно. Курочки меня тоже поработали. Лук прижился прекрасно. Но девочки мои, иногда прозеваю. Видите, макушки общипывают, вот, работают. Это лук с прошлого лука, вот где сейчас стоит у нас теплица. Там сидел у меня лук, был посеян, был очень хороший в прошлом году. Он нам мешал, и я разделила его и пересадила. Он уже начал выпускать стрелки. Вот они, стрелочки. Буду оставлять на семена. Он у меня посаженный, этот лук. В прошлом году из своих семян схожесть была стопроцентная. А вот что сажала я, покупала в магазине, сажала в этом году и под зиму, и весной. И ничего у меня он не взошёл. Пойдём с вами в тепличку посмотрим. Вчера чуть не сожгла свой перец. Открыла теплицу поздно в 11 часов. А там... Кошмар. Мой перец положил голову и опустил своей паник от жары. Вот сейчас в первую очередь подойдём к нему. Открываю тепличку. В тепличке тепло, но не жарко. Перчик мой ожил, поднял головки. Поливала обильно. Палитренное на воды влила в него. И ожил. Весь поднялся. И самый слабенький тоже поднялся. Ну так поливать ничего. Помидоры не буду. И здесь перцы я ещё не мульчировала. Тоже поливать не буду. Пока влага держится. Помидоры особенно не любят влаги. Любят огурцы влагу. Щавлик этот у меня тут и останется расти. А вот слабенькие сейчас зайду с той стороны. Никак головки не поднимут. Мой персик и утёнок. Зашила с другой стороны. Плохо-плохо поднимают головки персик мой и утёнок. Совсем. Ну я и сажала. Рассада была совсем. Только выкинуть её нужно было. Но я этот сорт жалею. Очень хороший сорт. Ну остальные все нормально. Сейчас посмотрим температуру земли. Температура 10 градусов. Самой земли. Конечно это прохладно. Но ничего пойдёт. Самой земли. А так оно будет выше. Так, помидорчики набирают силу. Через недельку буду их отсортировать и высаживать на улицу. Так, вроде бы живые. Подъеденных нету. Сегодня у нас обещают почти 21 градус тепла. Кабачок мой пошёл хорошо расти. Будем наблюдать. Открывать пока двери не буду. Часа через два подойду, посмотрю. Сейчас посмотрим. Вот здесь высаживала. Я вам показывала. Все помидоры доходные. Которые можно было на выброс. Но я их посадила. Нужно будет подкормить. Ну чувствуют вроде бы себя. Нормально. Вечером посмотрю. Что с ними. Полью. И подкормлю. Сегодня с утра я работать не буду. Воскресенье. После обеда. Вот буду сажать. Дела четыре грядки. И буду решать, что мне здесь посадить. Купила арахис. Буду сажать арахис. Но арахис, по-видимому, начну сажать немножко попозже. Пусть потеплеет. Но она хотя май не очень-то и жаркий. Подготовила грядку вчера. Пересадила свои ягоды. Землянику в одно место. А здесь вот под помидоры подготовила. Под плохие. У меня остались только теперь плохие помидоры. Много рассады. У меня погибло. Косит сын. Еще не косит. Уже цветают одуванчики. Сказала ли во вторник, или в среду. Пока шо. И нужно мне уже браться за эту сторону. Здесь вот планирую ту вот всю сторону, где ходит мой жук. Буду сажать арахисом. Те грядки. На той неделе уже начну. Арахисом. И здесь, по-видимому, тоже. Эти перетащим шпалой. Тоже буду арахисом. Но май еще впереди. Я не тороплюсь потихонечку. Здесь, наверное, я по центру посажу фасольку. Потому что салат будет срываться, убираться. Здесь нужно браться. Здесь, конечно, у меня хорошие-хорошие заросли. Это у меня горох, который был под зиму посажен. Набирает силы. Ну, местами есть пустой. Буду отсаживать чем-нибудь. Может, фасолью. Или не знаю, короче, чем-нибудь буду отсаживать. Видите, мое малинное дерево погибло. Но рядышком, рядышком с него новое выросло. Буду оставлять малинное дерево по дну ветки. Целый куст растет. Не знаю тогда, что мне делать. И вот малинное дерево. Это хорошо перезимовало. Прекрасно. И вон молоденькие. Не знаю, что буду делать с ними. Может, пускай кустами здесь разрастаются. Шикарно не растут. Будет видно. Ну, вот и все. Заходите в гости, дорогие друзья. Спасибо вам. Буду очень рада. До новых встреч. Как красиво солнышко подымается. Небо такое красивое. Пока.